Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет видео о пустых баночках. Закончилось у меня их не так много, но мне хочется поделиться своим мнением об этих продуктах с вами. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Итак, давайте начну по порядку. С тела начнем. Закончились у меня гели для душа, Лепетимерселье и Фа. На самом деле, у меня заканчивается много гелей для душа, но я показываю те, которые мне больше всего понравились. Лепетимерселье. Обожаю вот этот гель для душа, который мятный восторг. Еще есть с лаймом у них, по-моему, с апельсинчиком. Вот такие с утра. Мне очень нравится, особенно в жаркую погоду принимать душ. Такими очень освежающие, классные гели для душ. Единственное, что они, мне кажется, достаточно расходные. То есть, они так льются и льются. То же самое могу сказать про фа. Мне очень понравился вот этот аромат голубого лотоса. Очень понравился именно аромат. Так тоже приятно пахнет. Тоже с утра любила принимать душ. С этим гелем для душа классненькие, недорогие. Покупаю их в ленте. Не знаю, я аргели для душа, на самом деле, ничего, никаких особых, не знаю, претензий мне предъявляю. Для меня главное, чтобы не сушили кожу, хорошо пенились и хорошо очищали кожу. Эти с этим справляются. Поэтому мне нравятся и буду, я думаю, повторять снова и снова в ленте. Так что они классные. Дальше для тела. У меня закончился вот такой лосьончик. Покупала я его в магазине Лента. Я вам уже его показывала тоже. Лосьон для тела. Это Body X. Наверное, так марка называется. Польское производство. Лосьон для тела. Сумречный янтарь. Очень вкусно пахнет. Такими, не знаю, какими-то цветочками, лепестками какими-то. Он такой более плотный, чем, например, от чистой линии. Тоже хорошо впитывается. Не оставляет никакую пленку, никакого жирного блеска. Нету, знаете, такого, что вы, допустим, вечером нанесли. С утра встаете, и у вас такой, как, не знаю, как будто вазелином каким-то вы намазались. То есть, такое скользкое тело в душе. Нет, здесь такого нет. Он отлично впитывается. Имеет приятный аромат. Но он такой более плотненький. Мне кажется, больше подойдет на зиму, например. Летом он немножко такой жирноватенький лично для меня. Хотя кожа у меня сухая, но все равно. То есть, я его увижу еще раз в ленте. Обязательно повторю. Мне он очень понравился. И тем более он бюджетный. Я его покупала, по-моему, со скидкой. Что-то такое. Также у меня закончилось молочко. Я в этот раз его разрезала. От чистой линии очень мне нравятся вот эти средства для тела. Гели для душа я купила. Тоже мне очень они нравятся. Хорошо впитываются. Хорошо увлажняют кожу. Также не оставляют никакой липкости. Никакого, не знаю, дискомфорта. Хорошо впитываются. Я не знаю, что может быть лучше. Для меня это такие бюджетные прямо находки. Это у меня с ароматом розы. Но вот кто такой, знаете, аромат такой косметической розы. Немножко горьковатый. Если вы не любите аромат розы, то не стоит его приобретать. Потому что он такой прямо явный. Но мне очень нравится. Я люблю ароматы розы. Я люблю розы. Поэтому мне очень понравилось это молочко. Я его буду повторять, наверное, снова и снова. Все время, когда в ленте, я, наверное, буду закончилась. Буду приобретать снова. Потому что классный. За их цену вообще супер просто. Также для тела у меня закончился вот такой скраб. Это от компании Багздрав. Я заказывала там различные вот эти пребиотики для... Пребиотики, бактерии, да? Как они правильно называются? Для мамы, для закваски йогуртов и так далее. У них появилась линейка косметики. Вы знаете, мне понравился этот скраб. Я, если буду делать заказ маме снова вот этих вот бактерий для йогуртов и всего остального, я закажу его снова. Он такой по виду, я даже покажу. Видите, как глина, в которой содержатся частички, я не знаю, такие мелкие. При этом они очень хорошо отшлифовывают кожу. Прям вообще он стоит где-то 400 примерно рублей. Вот эти частички, они чем-то напоминают мне такой миленький-миленький песочек. Но при этом они такие достаточно жесткие. То есть очень хорошо отполировывают кожу. В особенности это заметно на ягодицах. То есть кожа становится прям мягенькая-мягенькая. Я не знаю, как насчет антицеллюлитных свойств. Потому что у меня ярко выраженного целлюлита нет. Поэтому в этом плане я ценить не могу. Но то, что кожа становится мягкой, гладкой, шелковистой, это да. Мне очень понравилось. Я говорю, что буду, когда заказывать, я себе брошу снова в корзинку вот это средство. Потому что мне очень оно понравилось. Так, дальше у меня средство для лица. Значит, закончились у меня вот такие патчи от S&P. Наверное, так. Вот эти с ласточкиным чем-то там, гнездом или чем-то. Я уже, честно, не помню. Я вообще, на самом деле, так как не страдаю отеками, то для меня патчи это что-то такое, ну, я не знаю. Я несколько раз покупала различные, как-то особо эффекта не заметила. И как бы да. Что могу сказать насчет этих патчей? Если их использовать реально каждый день, я их использовала каждый день, потому что, ну, я знаю, что они начинают подсыхать, их нужно использовать, да. То действительно вы заметите разглаживание кожи, осветление кожи. Я думаю, что, наверное, убирает и припухлости какие-то вокруг глаз. Я так думаю. Насчет синяков. За счет того, что кожа осветляется, да, синяки будут менее выраженные, менее заметные. И на этом все. Единственное, что если вы передержите эти патчи, то они высушат вам кожу. Так как здесь содержится глицерин, это действительно так, потому что однажды я проходила с ними больше 20 минут, и я поняла, что моя кожа под глазами просто высохла. Поэтому, мне кажется, максимум 10 минут для того, чтобы освежить, освежить взгляд, я не знаю, убрать какие-то небольшие припухлости, небольшие синячки. Да, это средство поможет, но не более того. То есть оно и не омолодит. Сейчас я заказала себе другие патчи с iHerb. Вот эти я заказывала именно с iHerb. Вот, попробую их. Ну, в общем, решила пробовать разные патчи, чтобы вообще, может быть, нужно просто найти какие-то свои, которые реально будут классно работать. Но пока я такие не нашла. Дальше. Закончились у меня две водички. Одна термальная вода от марки Aven. Хорошая водичка. Мне ее давали в подарок при покупке на сайте фармакосметика. И очень часто мне в подарок попадается именно вот эта водичка от марки Aven. Классная водичка. Не знаю, просто освежится. У нее хороший разбрызгиватель, мелкое распыление. Я и на макияж наносила, и там, не знаю, после макияжа. Ничего плохого сказать не могу. Я знаю, что очень многим нравятся бюджетные аналоги. Если вы такие знаете, обязательно напишите мне в комментариях. Потому что, я не знаю, вот я сама покупала термальные воды, по-моему, от Vichy. А также от Aven, вот полноразмерку. От La Roche-Posay. Я как-то не вижу особо в них разницы. Если только распылитель. Но они стоят как бы небюджетно. Если вы знаете, бюджетные какие-то хорошие термальные водички, напишите мне обязательно. Я с удовольствием попробую. Также у меня закончился вот такой тоник-спрей. Это розовая вода с глицерином. Заказывала я на iHerb. Мне понравилось. Имеет мелкий классный распылитель. Хорошо увлажняет кожу. Наносила также поверх макияжа. Ничего не текло за счет того, что мелкий распылитель. Имеет такой аромат, я бы даже сказала, не розой. Вот как таковой, да, такой горький. А шиповник. Обычного шиповника, который растет вдоль дорог. Вот лепестки цветков пахнут именно так же, как пахнет это средство. Единственное, что я не буду его повторять. Потому что многие девочки мне написали, что здесь содержится глицерин. И Наташа не стоит пользоваться. Потому что со временем у тебя просто кожа станет еще более сухой, чем она у тебя есть. Поэтому Наташа не стоит. Не пользуйся и не бери больше. Только поэтому я не повторю. Хотя я не заметила того, что кожа стала, допустим, более сухой. Или еще что-то такое. Или шелушиться она у меня тоже не стала. Возможно, потому что сейчас лето. В Питере часто дожди. Поэтому воздух у нас влажный. Может быть, из-за этого я не знаю. Но повторять не буду. Только потому, что вы же меня и напугали этим средством. Хотя мне оно, если честно, понравилось. Одна, кстати, моя подписчица написала, что вот средства с глицерином подобные, да, они вот дают... То есть увижу я, что кожа высохла спустя какое-то время. Да, то есть не сразу. И могу даже не сопоставить это с этим средством. Вполне может быть. Поэтому я больше покупать не буду. Также у меня закончилась сахер. Вот эта гликолевая маска с тыквой. Я ее обожаю, девочки. Она творит чудеса. Она реально фотошопит лицо. Она становится ровным, гладким. Идеальный цвет лица. Даже, мне кажется, какие-то и поры сужаются. Да, это средство пощипывает. Но у меня не вызвало никакой ни аллергии, ни раздражения. Наоборот. Я уже себе заказывала еще одну такую баночку, которую сейчас с удовольствием пользуюсь. Никаких пигментных пятен не вызывает у меня. Я не знаю. Вообще супер. Я очень советую присмотреться вообще к маскам этой марки. Потому что это реально мои находки. Это мои любимки. Я буду все время... Я не знаю. Если я во всем остальном разочаруюсь в iHerb, то буду делать заказ просто ради этих масок. Потому что они классные. Цена вопроса 700 рублей. Но работают они, как я не знаю, на все 7 тысяч, наверное. Так, дальше у меня закончились тоже мои любимки. Это средство от марки Айзенберг. Это кремушек. Это вообще-то непонятно что. Это просто ухаживающее средство, которое я использовала в качестве сыворотки. У меня есть видеообзор на уходовое средство от марки Айзенберг. Сейчас у меня остался тоник там совсем чуть-чуть. Тоже уже добиваю его. И средство для области вокруг глаз. Из всех средств мне понравился тоник и вот эти два средства. Крем для области вокруг глаз. Он такой слегка гелевый. Он неплохо увлажняет. Хорошо подтягивает. Хорошо разглаживает. Но он гелевый. Мне недостаточно будет на зимний период увлажнения. Какого-то питания. Поэтому я им допользуюсь сейчас летом. И наверное зимой не буду повторять точно. Но я зимой повторю либо вот это средство, либо это. Либо приобрету что-то новое. Сейчас у меня достаточно много уходовых средств. Поэтому я покупку немножко отложу. Хотя сейчас в Литуале опять акция 1 плюс 1 равно 3. Кому даже не знаю, не знаю, не знаю. Но вот это средство мне очень понравилось. Я его использовала и на волосы, и на лицо. Но под конец, когда уже осталось совсем чуть-чуть, я его использовала только на лицо. Под вот этот крем в качестве сыворотки. Или как масло с массажером на ночь. Очень классная. Я не знаю, это антивозрастная косметика, которая действительно омолаживает кожу. Да, она действительно омолаживает кожу. Она придает ей красивый оттенок. Никакой серости, никаких неровностей в тоне кожи. Можно вообще не использовать. Я не знаю, сделать вот эту маску, нанести вот эти средства и не использовать никакую тональную основу. Потому что кожа просто идеальная с этими средствами. Поэтому к Марке Айзенберг я обязательно присмотрюсь снова. Также тут мне моя мама бросила, у нее закончились вот эти масочки от Фаберлик. Артикул 0789 – это шиповник и женьшень. И артикул 0713 – это и глица, и радиола розовая. Маме эти маски понравились. Она говорит, нет никаких заморочек. Вскрыла пакетик, нанесла на лицо. Морщины не разглаживает, но хорошо питает, увлажняет, выравнивает кожу. Мама говорит, кожа мягенькая. И я, кстати, в этом месте не делала почему-то заказ в Фаберлик. Что-то я как-то пропустила, забыла, если честно. Но буду делать заказ, снова брошу. Маме они понравились. И брошу себе тоже попробовать. Потому что в прошлый раз я говорила, что они какие-то... Ну, я не поняла их работу. И, в общем, повторю, снова куплю. Маме так точно куплю. Потому что маме понравилось. Она говорит, нанесла вечером быстренько. И как бы все хорошо. Также у меня закончились вот такие масочки от марки Вилента. Слушайте, они мне понравились. Они мне даже понравились больше, чем Биокос. Активный четверг. Это после занятий спортом. И легкая среда во время просмотра сериала. Вот эта, которая во время просмотра сериала, я ее вдвойне рекомендую. Потому что она очень хорошо пропитана. Нереально. Можно несколько часов пролежать, и она не высохнет. Вот эта уже менее пропитанная. Они имеют оба одинаковые действия, на мой взгляд. Хорошо увлажняют. Хорошо, ну даже так, напитывают кожу. Я наносила их вечером. И я единственное, что не советую использовать вообще любые маски, тряпочки дважды. Потому что лично у меня, если я даже кладу в холодильник, запечатываю, там, не знаю, умо, руки и так далее. То у меня при повторном применении они вызывают прыщи, к сожалению. Как я использовала, да, мне жалко выкидывать масочку, это пропитанная. Я просто вначале на лицо, потом клала на зону декольте и лежала, читала книжку. И иногда даже засыпала и хорошо увлажняла даже эту зону. То есть просто вот эту маску клала вот сюда себе и все. Отлично. Советую делать вам точно так же. И эта область тоже требует у нас ухода. Классные маски в ленте или еще где увижу, обязательно повторюсь, она просто 50 рублей. Они даже лучше, чем маски Биокос. Мне они понравились больше, в ленте. Кстати, многие, много от кого я слышала про эти маски, что они очень хорошие. И я говорю то же самое. Дальше заканчивалась у меня вот такая маска от Estee Lauder. Здесь было 2 пакетика, которые нужно было между собой смешивать. Она действительно выглядит вот примерно так же. Это альгинатная маска. Вообще одно время я очень любила маски альгинатные от марки... Забыла, как эта марка называется. В общем, в рифгоше приобретала, честно, забыла, как эта марка называется. Там такой пакетик, который я делила на 2 раза, смешивала с водой. Вообще альгинатные маски очень хорошо умолаживают кожу. Они очень хорошо подтягивают кожу. И при постоянном применении, конечно, будет давать эффект. 1-2 раза в неделю я считаю, что нужно обязательно делать такие маски. Я про них что-то забыла. Нужно будет снова себе заказать, себе и маме. Не знаю, правда, как мама отнесется к таким маскам, потому что она всё время с ужасом на меня смотрит, когда я лежу в подобной маске. В этой маске нужно обязательно ложиться вообще в любых альгинатных масках. Нужно ложиться... О, от марки Тианы я вспомнила. Я покупала ампулы и альгинатные маски. И ампулы использовала... То есть очищала кожу, наносила ампулу и сверху накладывала альгинатную маску. Эффект был просто потрясающий. Вот эта маска мне понравилась тоже. Но с ампулами, кстати, от марки Тиана работает очень-очень хорошо. И закончилось у меня два продукта из декоративной косметики. Тушь Evo Mosaic High Teich. Объём 3D. Нравится мне эта тушь. Но больше нравится Lush. Какая-то другая, да? Посмотрите, я показывала... Мне девушка написала, что она купила по моей рекомендации тушь Evo Mosaic Lush Sensation, да? Которая мне очень нравится. У неё кисточка ещё больше, чем эта. Я показывала кисточки, поэтому если вы не любите подобные кисти, если вы не любите использовать большие кисти, вот это не такая большая Lush Sensation, ещё больше, то как бы тогда не советую не приобретать. Я сейчас себе заказала ещё другие туши. Хочу не останавливаться на Evo Mosaic. Она будет, да, моя любимка. Вообще косметика Evo Mosaic это тоже, на мой взгляд, бюджетное такое открытие. Хорошие бюджетные продукты можно там найти. Я ещё хочу кое-какие попробовать, потом вам обязательно расскажу. Тушь классная, но вот эта тушь не удлиняет ресницы. Она просто и делает их очень объёмными. Такой драматический взгляд, если вы любите, что прямо такие они были объёмные, пушистые. Вот эта кисточка, кстати, хорошо можно, как и той от Lush Sensation, хорошо прочесать. Можно их, чтобы не было комочков. Видите, она такая достаточно пушистая. И при этом очень хорошие делает объёмные ресницы. Сейчас у меня на глазах другая тушь, которая мне не нравится, которая никак не хочет заканчиваться. От Bourjois, кстати. Я её тут добиваю пока дома. И, видите, они делают такие ужасные, на мой взгляд, ресницы. В общем, ну ладно. И закончилась у меня вот такая помадка, которую вы, когда она у меня была на губах, вы спрашивали у меня всё время, что это за помада. Она у меня, он тоже даже не ездит, полностью закончилась. Это MAC. Оттенок А95. В общем, вот такой это карандашик. И да, оттенок очень классный. Такой розжеватый, красноватый. Но подсушивает губы. Здесь имеет не матовый, а даже такой полуматовый финиш. Слегка матовый. Она не растекается, не размазывается. Хорошо держится, но подсушивает губы. То есть на постоянной основе данным карандашиком пользоваться нельзя. Поэтому он у меня долго лежал. И вот сейчас я его добила и повторять не буду. Вообще, некоторые продукты от MAC, на мой взгляд, с завышенной ценой. И, ну да. В общем, вот такие вот у меня были пустые баночки. Я надеюсь, это видео для вас было полезно и интересно. Я буду очень ждать ваши комментарии по поводу термальных водичек. Потому что, ну, как-то вот на подобные средства не хочется сильно много тратиться. Не знаю, может я, конечно, и зря. Вот. Ну и на сегодня буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. И до новых встреч.